Хоба! Привет! С вами доктор Влад. У нас 13 градусов. Сухо. Сухо. Дожди кончились. Теперь надо траву стричь и надо огород завершать. Так он в этом году у меня что-то не было урожая. Да, собственно, не только у меня. Такое лето вообще. Такие погоды стоят. Ладно, фиг с ним. Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным. Внимание, вопрос. Вернется он вообще или нет в Беларусь? Вот мне такой вопрос прям терзает. Скорее всего, останется. У меня жена тоже говорила, что, скорее всего, он назад не вернется. Ему там делать нечего. Лукашенко объявила готовность к досрочным выборам нового президента. Ну, это через 2-3 года. Вот так у него усы торчат 2-3 года. Ага. Демонстранты в Минске начали строить баррикады на проезжей части. Ну, это еще вчера было, еще воскресенье. На улице Темирязева что-то приносят. Так, позднее у поселка Дрозды раздались предупредительные выстрелы в адрес участников несанкционированного марша оппозиции. Ну, Дрозды там все живут, вот все шишки. Все шишки белорусские. И, по слухам, там начали колючей проволокой обносить это. У нас песня была. Тихо в лесу. Только не спят Дрозды. Завтра Дрозды получают. Вот и не спят Дрозды. Протестующие атаковали ударившего женщину майора милиции Белоруссии. Она его снимала, а он ей раз и с ног свалил. Так на него сразу набросились. Его там помяли. Короче, вытащили его из кучи. Отвели в микроавтобус без номеров. Вот так. МВД сообщило о более 400 задержанных протестующих в Минске. Куда ж они их складывают? Уже тюрьмы все переполнены. К чертовой матери. К чертовой матери. Да, в Беларуси дела. Майк Блумберг заплатит за компанию Байдена 100 миллионов долларов. Да, он одно время тоже баллотировался, а потом в пользу Джо Байдена 100 миллионов. Вот такие дела. Трамп призвал казнить стрелявшего в полицейских в Калифорнии. Ну, это хамство, конечно. Президент не может ничего призывать. Есть суд. В Америке суд есть, ребята, да. Трамп отправится 14 сентября в Калифорнию, охваченную лесными пожарами. А если пульческу испортят? Не, зря он туда поехал. В России за Уик-Уэнт более миллиона человек посетили кинотеатры. Миллион – это много, ребята. Ну, что ж теперь делать? Заразятся теперь все. В Роспотребнадзоре рассказали, как школы будут работать в 21-м году. Интересно. Я ещё сразу подумал, как можно на 21-й год? А они так и сказали. А мы не знаем. Рассказали. Рассказали. Российского режиссёра обвинили в домогательствах. Домогаров, что ли? Нет. Нет. Мария Русанова, российская актриса, обвинила в домогательствах режиссёра Родиона Белькова. Чего-то они все домогаются, домогаются. Странно это. Украина отказала жителям Крыма в праве на воду. Ну и правильно. А вы проголосуете опять, и вода сразу пойдёт. Понятно, да? В Израиле на три недели введут режим самоизоляции из-за коронавируса. Опять коронавирус, ребята. Опять попёр коронавирус. Курьер привёз москвичке ведро с мочой вместе с заказом. Но это уже везде, везде, везде. Зачем? Зачем? Пластиковая ёмкость, похожая на ведро из майонеза, вместе с продуктами. Она продукты заказала. И вот это ведро он привёз ей. Непонятно. Я начал искать, смотреть и в живом журнале, и в Твиттере. Да. Яндекс.Доставка. Жительница Петербурга вместе с едой получила в заказе ведро с мочой. Не могу объяснить, ребята. Не могу. Крупный пожар в Волгодонске. Загорелась квартира в доме на энтузиастов. Интересно. В любом городе есть проспект энтузиастов. Ну, вроде это. Все живые. Полчища мушек облепили Красноярск. Жители будто в фильме ужасов. Из-за назойливых насекомых красноярцы вынуждены перемещаться в бегун. Что, правда, серьёзно, что ли? Кто у меня там из Красноярска? Подскажите. Подскажите. Расчленил, растворил в кислоте. Назван убийца звезды Большого театра. Ну, это струя уже пошла, ребята. В Москве. То в Питере, то в Москве, то в Питере. Балерину, да. Друг. Друг. Фу. Гран-при Формула-1 в Тоскане был приостановлен после двух аварий. Одна авария, вторая. Ой-ё. Чё творится? Чё творится? Так. Ну, все живы. Во-во. Вот этот ролик. Толпа набросилась на майора, ударившего девушку в голову. Ему пришлось бежать и закрыться в бусике. Ну, это в автобусике. Вон они его молотят, молотят. Ну, вообще, ну, так уроду и надо. Комментарии. Выродок. Да, ребята. А вот и Жодинский херой, ударивший сегодня женщину. Оперативно сработали. Участок 16. Старший участковый майор милиции Малешко Дмитрий Сергеевич. Всё. Рабочий кабинет, где находится. И скоро подвезут ещё и его домашний адрес. Да, вот такие дела. В дроздах у дома главы ЦИК Лидии Ермошиной по улице Тихой собралось несколько тысяч демонстрантов. Они стояли и скандировали. Баба Лида, мы на чай. Против них применили резиновые пули и светошумовые гранаты. Так, ребята. Спасибо пропагандистам. Я понял общую картину. Итак. Германия отравила Навального в России, чтобы вылечить его в Германии. Чтобы обвинить Россию, чтобы сорвать строительство северного потока, который выгоден Германии и который лоббировала Германия. Всё стройно и логично. Да, да, да. Профессор Преображенский. Что говорят люди, обращаясь к власти? В Германии мы хотим жить лучше. В Канаде мы хотим жить лучше. В Испании мы хотим жить лучше. В России мы потерпим, лишь бы не стало хуже. О, как. В Новополоцке прогнали ОМОН. Это тоже Беларусь. Вообще кошмар. Гонят ОМОНовцев. Они на автобусы сели и уехали. Ой, вот это да. Дрозды, где живёт политическая верхушка, Беларуси огораживают колючей проволокой. Пора им уже привыкать к колючей проволоке. Правильно. Злые языки говорят, что на вчерашнем совещании ролик. Ребят, вот эти, то, что она говорит, это вы нигде не найдёте. Таня отвечает на вопрос о переезде в США в 62 года. Я кусочек поставлю, а целиком уже на платном канале. Пока. С вами доктор Влад. Пошла гулять я в лесок, и там присела под кусток. Слышу сзади голос робкий. Только не в мою коробку. Я со страху подскочила, чуть сосну не своротила. Разве можно вашу мать человека так пугать? Пригляделась я потом. Это ж местный избирком. На берёзовом пеньке он сидит невдалеке. В этот чудный тёплый день мне сунул в руки бюллетень и предложил без колебания приступить к голосованию. Это что ещё за чудо? Вы зачем здесь и откуда? Перебрался даже в чащу избирательный участок. Наблюдатели. Ау! Вас не видно никому. Кто же законы будет бдить и за порядками следить? Избирком мне говорит. Виноват во всём ковид. Это вирус проклятущий и нас закинул в эти кущи. Мы в заботах о народе третий день в лесу проводим. Ну а он опять не рад, этот злой электорат. Что опять вам, суки, надо? Всё для вашего же блага. Голосуйте хоть в кустах, на берёзовых пеньках, Хоть в багажнике машины, или в ближнем магазине, Или без всякой болтовни телевизору кивни. И тогда всем будет счастье. Вмиг исчезнут все напасти. Каждый будет чётко знать, кто отец, а кто есть мать. Всей страною Бога чтить, лишь по-русски говорить. И в отместку диссидентам обнулим мы президента. Вот тогда и заживём. Грудью полную вздохнём. И начнём косить бабло. Всем госдеповцам назло. Опа, работа. Здравствуйте, это Татьяна и Владимир. И нам задали вопрос, вернее, мне задали вопрос. Я его сейчас зачитаю. А Таня ответит. Влад, я живу в России. Пишет Наталья. Влад, я живу в России, сын в Америке. Пятый год. Получил гражданство. Вчера сказал, что надо готовиться к выезду к нему. Много вопросов. Мне 62. Не представляю, как буду жить, если не будет никаких пособий. Жить должна с ними. Сноха сказала, что если не работала в этой стране, то нет никаких платежей. Извините, что обращаюсь к вам, но, может быть, вы мне сможете что-то написать. Я нахожусь в непонятном состоянии. Таня, сумеешь ответить на этот вопрос, Наталья? Да, здравствуйте. Сегодня уже осень. Какое? 12 сентября. 13 сентября. Вот. Ну, сегодня немножко потеплело солнышко, а всю неделю дождили, или было очень прохладно. Ну, что хочу я сказать этой женщине Наталье? Конечно, надо стараться ехать сюда на воссоединение семьи и сына, и как можно быстрее. Пока не закрыли все эти программы иммиграционные. Потому что все может быть. Везде в мире непонятная обстановка. Надо использовать свой шанс. Вот, да. Значит, первое, что хочу сказать. Надо постараться сыну не отсюда оформлять маме вид на жительство здесь, пока она находится там. А желательно пригласить ее сюда в гости. Сюда, это в Америку? В Америку, да. Да, пригласить ее сюда в гости, когда она приедет, подавать все документы здесь. Потому что уже по опыту, по опыту, по многолетнему опыту, а последнее время в связи с этими всеми ситуациями, это особенно. Вот. Если родители остаются там, вот, и дети здесь подают в иммиграционные службы на воссоединение семей, это так называется. Вот. То приходится ждать очень-очень и очень долго. Сейчас, в нынешней ситуации с коронавирусом, это можно ждать еще несколько лет. Но если эта Наталья приедет сюда по гостевой визе, и они сразу здесь подадут в иммиграционные службы ее документы, вот, то это здесь процесс занимает где-то от 6 до 8 месяцев. То есть, все очень быстро. Вот. Притом она не находится тут в нелегальном статусе. Значит, пока он ее пригласит гостевая виза, там это будет на 3 месяца, но поскольку документы уже будут поданы, значит, это автоматически этот срок ее законного пребывания в Америке, он автоматически продлевается до завершения этого дела. Вот. Значит, что рассказываю, и это точно. Это уже по многолетнему опыту с многими-многими людьми. Значит, человек получает грин-карту. Вот, грин-карту, это называется постоянная карта, значит, для проживания здесь, как резидента, она постоянная, резидента с видом на жительство здесь. Просто она зеленого цвета. Вот. Ну, она зеленого цвета, поэтому ее в народе прозвали грин-карта, потому что она, грин это зеленый, потому что она зеленого цвета. Вот. Как только она получает грин-карту, она уже, как говорится, eligible. Володя, как это по-русски? Ну, ей полагается, допустимо уже. А, eligible, ну, значит, уже... Разрешено. Да, уже ей разрешено. Что сделать? Значит, первое, что ей надо, обратиться будет. Ну, конечно, это сын все это будет этим заниматься, не она сама. И даже адвокатов для этого совершенно не надо. В каждом штате существует Department of Aging. Aging называется. То есть, возрастной департмент. Вот. То есть, людям, которым исполняется 55 лет и старше, они уже могут сразу получить некоторые льготы. Например, она может сразу встать на очередь на получение государственной квартиры. Собственную квартиру. Да, собственно, чтобы не жить, не продолжать жить вместе с семьей и сыном, потому что, когда живешь на расстоянии с невесткой или с зятем, это лучше, чем когда живешь вместе с ними. Вот. Притом, сейчас, поскольку иммиграции такого типа очень мало, вот, очереди на эти квартиры подходят очень и очень быстро. Это может занять 2-3 месяца всего-навсего, вот, и уже она получит эту квартиру. Вот. Квартиры получаются в домах, которые для таких людей. Это называется дома для малообеспеченных людей, тем, кому 55 лет и старше. Вот. Значит, там этих домов огромный список, и человек выбирает сам, куда он хочет, и подъезжает именно в этот дом, и там заполняет специальную анкету такую, и становится на очередь. Сколько комнат? Можно подать сразу, сразу несколько, в несколько разных домов. Это никто и к этому ничего, ничему не обязывает. Вот. Значит, квартиру дают очень быстро, и на одного человека дают квартиру, либо студию, либо однобедрумную. Однобедрумная – это значит две комнаты. Гостиная и спальня. И... Я заинтересуюсь. Продолжение следует...